Слушайте, я хочу все-таки... Или нет, или нет, это мы потом все-таки обсудим. Ладно, давайте сейчас еще... Есть еще замечание по Настиному докладу. То есть вот у меня было про способности стражей, но вроде как поговорили, да? Я не знаю, там, согласны, не согласны с тем, что вот это желание принести себя в жертву, это стража, да? Получается у нас сейчас тут, что это какая-то бедная, несчастная, зашуганная жена, да? А никакой не страж. А с другой стороны, что ей... А вдруг она и есть самый яростный страж, который пока есть? Просто у меня есть сейчас... У меня есть пример. Самая первая психотерапевтическая группа, которую я посещал, она была такая эзотерическая, дурацкая, ну, какие там, прошлые жизни, вот это все. Ну, как положено. А как еще? И, значит, там ведущий рассказывает, говорит, ко мне пришла женщина, у которой энергия полководца, а она домохозяйка. И она говорит, мне мешает эта энергия полководца. И мы начали смотреть, и да, в прошлой жизни она была полководцем. И поэтому мы разложили вот две дорожки там из бумажек, и вот, значит, ее энергия полководца ушла по альтернативной жизни, да? А здесь она осталась домохозяйкой. Я говорю, подождите, секундочку. В смысле, как эта ее энергия ушла? Как она вообще ушла? Ну, она в прошлой жизни, в этой жизни она домохозяйка. Он говорит, я говорю, ну, что, так легко? Он говорит, ну, естественно, да, вот мы разложили. Нет, ей сразу стало легче, блядь, на терапии моей. Вот. Ну, собственно, вот я проиллюстрировал только что. Ну, то есть, есть идея, что расщепление можно так вот преодолеть, выбрав одну сторону? Ну, это же неправильно. Я думаю, я помню, если в завершение этой истории, она чем-то заболела потом. Не, ну, я-то с ней, с этой женщиной не пересекался, но я уверен, что она заболела. Я уверен, что она должна что-нибудь с ней проявить. А может, все-таки не совсем исходить, что это прям врожденное качество, что это все-таки какая-то идентификация должна быть, чтобы захотеть эту жертву принести? Не, ну, может быть, я не знаю, может быть. Вот мне очень нравится, сейчас я договорю и уже скажу, дам тебе рассказать. Мне очень нравится, я не люблю Дмитрия Львовича Быкова, так вот скажем, да, вообще, такого лектора, но мне очень понравилась его трактовка. Признанного иноагентом экстремистом. Признанного, да, иноагентом экстремистом, да. Совершенно справедливо, между прочим, я бы тоже. Вот. Чего ты меня толкаешь? Ну, мне очень понравилась его трактовка романа Горького. Тихо, тихо. Трактовка романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Как известно, Горький не дописал роман. И главный герой, там вот он ходит, у него там друзья, интеллигенты, революционеры, кто-то что-то совершает, он ходит и всех презирает просто. И Дмитрий Быков что говорит? Я считаю, что в конце романа, ну, Горький не дописал, говорит, Клим Самгин должен был собой пожертвовать, потому что в нем это изначально уже есть, присутствие. Ну, как изначально? Изначально в романе, да, ну, в детстве. Это уже присутствует вот это вот все. Вот. Ну, ладно, Никита. Ну, я, во-первых, еще выше уловил параллель тоже с христианством, платонизмом, про вот этот момент, что боги, зло не может от бога идти. То есть это вот такая какая-то протохристианская теогония, то есть это, ой, не теодицея. То есть если до этого там боги сами же это зло создавали, то, получается, Сократ говорит, нет. Зло оно как-то само по себе получилось. И вот про то, что ты рассказываешь, это что же такое путь какого-то христианской святости? То есть то, что ты постоянно себя в жертву приносишь, в том числе через какие-то бытовые страдания, а в идеале вообще ты должен стать мучеником. Но даже если ты им не стал, то просто хотя бы там свой крест неси, тот, который можешь нести. Просто хотя бы убивай людей, правильно? Наоборот, пусть они тебя убивают. Ну, я думала, не буду говорить, но Никита начал. Я продолжу по поводу христианских мифов, да, и по поводу жертвы, и такой вот странной жертвы, да, Кальна и Авеля. И когда произошла жертва, но я, кстати, недавно слушала один классный разбор про... Филоген. Ах, чуть-чуть. Так, вы давайте вот... Филогенка. Там было такое понятие, как «всецелая жертва». Это как-то с греческого переводится, в общем, с греческого, кстати. «Всецелая жертва». То есть вместо того, чтобы принести себя в жертву, некий персонаж, да, приносит в жертву, например, брата. Считаю, что это праведная жертва. Вот тут вот вопрос, такой вот готовность, пылкая готовность, да, вот принести жертву, но вот какую жертву? Совершить жертвоприношение. Он, кстати, не приносил жертву. Он сказал «дай мне моё». То есть это как бы не жертва была, а это скорее падение было. Что «дай мне моё». Он своё пытался требовать. Но там вообще интересная структура. Они оба приносят жертвоприношение. Авель приносит ягнёнка. А Каин приносит овощи. Как ему и положено, потому что он... Да. Бог не смотрит на овощи и смотрит на ягнёнка. И тогда Каин приносит Авеля. Хочешь ягнёнка – на ягнёнка. Ну, фактически он как бы... Ну, то есть он тем... Фактически, да, но посыл у него самого был... Ну, там вот, я ещё раз обращаю внимание, вот эта всецелая жертва, то есть он себя должен был принести в этом случае в жертву. И смириться, возможно. Видимо, вот, да. Можно фантазировать на разные темы. То есть нет, разбираем. Хорошо. Жертвоприношение, оно же всё-таки в логике обмена существует. Я так понимаю. Или это, потому что ты говоришь, это же проливы струса. Это логика предельного обмена, я бы так сказать. Это уже предельный обмен, за которым обмен невозможен. А ну тогда, если я хочу принести себя в жертву, вот этот предел, на что я меняю? В этом пределе. На неизвестность. На всё. На всё. Я меняю его на всё. На бессмертие? А можно, я вклинюсь. Мне показалось, дело тут не в обмене, а в том, кому это принадлежит. То есть, ну как бы, жертва ягнёнка, это, ну как бы, ягнёнок принадлежит не мне, а тебе. И я возвращаю тебе эту жертву. Вот именно вопрос некой присвоения. Вот это и обмен на всё в этом смысле. Я возвращаю тебе то, что принадлежит тебе, всего меня. Да. Чтобы стать тобой. Всем. Ну, всем. А всё-таки готовность пожертвовать и желание пожертвовать, это же разные вещи. Да, это разные вещи. Мне кажется, что желание, это совсем немного патология. А готовность, это вот страж. Это и отличает. Евгений Чунов. Потому что я, слава патологии, а в наш вообще платоновский дискурс как-то у меня прям не получается вместить это никак. Не выходит. А так да, а так я согласен. А ещё мне кажется, что Сократ лейкоциты предвидел их появление. Они же прям идеальные стражи. Стражи, да? Биологические стражи. Биологические, да. Ну да, государство без стражей, да, оно разваливает. Ну, мы же говорили, да, об этом. Я думала, Василина как медик, да, скажет, что какие-то в организме, что это происходит. Правда, про коррупцию мы рассуждали, да? Про коррупцию также, да. Да, всё стражи, но потом они начинают. Так, Никита ещё затронул момент с Богом этим, да? А у меня тут тоже был вопрос. А вот, а как же это вот, ну, ещё раз, как с этим быть? Бог может себя изменять или не может себя изменять? Мы тут в такую теологию сейчас залезем. Меня вообще смутило его утверждение, что раз Бог идеален, значит, он максимально прост. Вот это ещё осуждение. Почему? Ну, что он настолько сложен, что уже воспринимает простые. Так, давайте думать об этом. Мы заходим в серьёзную схоластику сейчас. Да. Я так поняла, что он прост, потому что не меняет форму и не выходит за свои пределы. Вот он в этой целостности прост. Вот он... С его шейной, да? Что роза равносовершение. Он уже настолько, что не женится. Это вообще сейчас средневековая схоластика, да? Вот этот вопрос, может ли Бог создать камень, который он не может поднять, да? В средневековой схоластике является, ну, несёт за этим ответ. Ему не нужно это. Но как будто бы не уверен, что проблема решена. Наташа, что ты хотела? Я сейчас, я где-то пока пропускаю. Никита. Про камень есть же ещё классический ответ, что это свободная воля человека. Я вспомнила слово, могут выложить. Самоестественность, вот что я просто про дау помню, что про дау, да? Характеристика, одна из характеристик дау, это самоестественность, да? То есть это очень вполне похоже на простоту. Ещё я подумала про сложность, да? И про слово просто прощать, да? Если, ну, то есть нельзя мыслить, как-то сложно, потому что это всё настолько просто, что нужно усложнять. Ну, вот как-то это так просто я сбрасываю. Делайте с этим, что хотите, да? Да, ну, вообще, кого интересует тема и простоты, и упрощения, и прощения, прощения и упрощения, это же, да? Всех прямо рекомендую в феноменологию духа феномен прощения. Это просто гениально описано прощение, это обалдеть. Но если вкратце, да, то прощение. Ну, то есть это не про то, что диалектика ещё убирается. Это что-то за диалектикой. Есть такое мнение, да, что это как будто бы уже и не диалектика, но Гегель всё равно через диалектику это всё описывает. Просто получается, что как будто тот, кто прост, он очень однозначен. У Гегеля есть... Хорошо. Блин, мы сейчас залезем. Можно вот здесь вот в эту однозначности и простоту хочется вставить слово наивность? А мы не озорим по спекуляции на ровном месте? Причём тут, ну, мы одно как-то связываем, переносим на человека. Мы сейчас говорим сначала про Бога, переносим это же на человека и разбираем это в рамках человека, простоту Бога. Да, ты это не любишь, я помню, ты его всегда не любила. Ну, просто там речь про то, что Бог, он только благой. Вот это же однозначно. Ты Бог такой, наивный, лубочный, знаете. Может, он такой есть, конечно? Это мы тут выёживаемся. Я всё-таки скажу. Если уж мы говорим о Гегеле, открываем самое начало введения, по-моему, введения, или первого глава науки логики, и смотрим, с чего следует начинать науку. Он говорит, с самого простого. Дальше он делает аховый поворот, он говорит, с бытия, что может быть проще, чем бытие. Ну, и в конце этой главы он говорит, да я прекрасно понимаю, что это никакое не самое простое, это суперсложное. Ну, типа, у нас нет других вариантов. Всё самое простое, оно суперсложное, сверхсложное. Вот так оно и становится самым простым. Оно является началом, ну, Альфа и Омега. Ну, чего это? Это как Рассел доказывал, что 2 плюс 2 равно 4 на 200 страницах по математике. Не, ну, доказать-то это надо. Он доказал, да. А что ты говоришь, если вкратце про прощение? А, да-да-да, оно упрощает всю сложившуюся сложность. Ну, в общем, да, в общем, да, оно развязывает все узлы. Когда человек говорит, ну, ладно, отменяем то, что было. И, как ни странно, это работает. То есть он берет и прощает. Хорошо, ну, чего, мы к Богу не пойдем тогда, да, вот эта вся история? Или мы уже закрыли, типа, этой простотой? Ну, вообще, здесь это работает, да? В логике работает, получается, что он не может себя изменить. В смысле, он уже дорос до вот этого, да, ну, как-то себя. Самое естественное. Ну, есть ведь Апулей, который говорит, Бог умер. Вслед за Апулеем это говорит Раблея, вслед за Раблея это говорит Гегель, вслед за Гегелем это говорит Ницше. Там же еще есть интересная история. Он-то прост, но ему еще предстоит умереть. Они устали с ним возиться просто. Человек устал возиться с Богом с самого начала, я тебе скажу, потому что Бог утомляет. Бог очень сильно утомляет. Ну, ладно, этот вопрос, можно сказать, все-таки закрыт. Он же требует, да, и утомляет. Артем, я просто подумала, что получается, что Бог не изменяется только вот этой замклим-теологии Писократа, которая говорит, что если он все-таки может измениться, значит, у него есть какой-то изъян. А если есть изъян, то тогда рушится вся концепция Сократа. То есть, если мы выйдем из концепции Сократа, ну, мы же можем допустить, что он меняется. Он там же и доказательства про эти изменения приводит. Ну, это мы будем еще читать, тогда, короче, подойдем к этому, ладно. Там же, понимаете, если мы в рамках платонизма и неоплатонизма рассматриваем эту историю, то Бог Единый, это единое, да, оно содержит в себе абсолютно все. Вот давайте изменись, скажем мы ему. Ну, как оно изменится, если уже содержит в себе все, да, вот в этом смысле изъяна нет. А здесь еще вопрос, а как оно узнает, что оно изменилось, если оно все? Тут же вот какая штука, да, оно должно тогда что-то утратить. Ну, по факту да. Да? Но тогда утрата дополнит лишь его, оно получит еще и утрату. Вот почему я говорю, что Бог умер. Вот я про это, да, то есть идеальный Бог, это тот, который умер. Вот, он уже утрату получил, такую максимальную утрату, смерть. Оно может изначально это и содержит, откуда мы знаем. Но он же умер. Вопрос такого порядка, что как он увидит, у него уже глаз на это. Нет, оно изначально себе и содержит. Это раз, собственно, в неоплатонической диалектике, то умерев, Бог стал идеальным Богом, да. Ну, в смысле, вот он умер и, как положено Богу, попрался. Но он говорит, что, например, в нем не содержится гибель, смерть еще какой-то отрицательный. Вот это хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. Давайте будем на это посмотреть и в государстве, и, конечно, мы на это посмотрим в следующем диалоге про НИТ. Да, посмотрим. Там, да, и все поймем про Бога. Да ладно. У нас не будет вообще вопросов. Никаких. Никаких. А если Бог содержит все, значит, Бог содержит и сам себя? Конечно. А если он содержит сам себя, то, находясь в чем-то большем, он не содержит себя при этом? Находясь в чем-то большем. Ну, вот Бог, который содержит сам себя, да, множество во множестве. Но множество, которое находится во множестве, оно же не содержит то множество, в котором оно находится. Не, сейчас, секунду. Получается. Вот у нас есть тоже, Рассел, вспоминаем, каталог всех каталогов. Да, да, каталог, вот, это тот же парадокс. Если каталог всех каталогов включает в себя и себя, в чем проблема здесь? Он не включает, там же как раз в этом и парадокс, он не может себя включить. У Рассела не может, а Бог может. Вот такая история. Артем сказал, значит, надо. Это Бог сказал. О! То есть Артем Бог. Нет, я только лишь глашатый. Я скромный. Пророк. Скромный. Хорошо. Слушайте, у меня еще один вопрос. Ну, все-таки приблизимся сюда. К государству и так далее. То есть у нас, и вот Настя с этого начала рассказывать, у нас есть потребности. Всяческие, да, можно сказать, государственные потребности. Сначала они простого характера, да, но они же возрастают. Государственные потребности. И у людей есть способности. А какая связь между потребностями и способностями? Вот как они между друг другом-то? Ты что-то даешь, взамен берешь то, что тебе не потребуется. Это да. Да-да-да-да-да, я понимаю. Что ты спрашиваешь. Ага. Еще вот так вот я скажу, да. Есть потребности государства. Я же тогда буду разворачивать вопрос. Например, это потребности в торговле, в обмене товарами, в смысле, да. Это потребность в деньгах, например. Некий посредник между товарами должен существовать. И вообще там посредники, это потребности, да. Он описывает, что чем оно усложняется, тем больше посредников нужно. То есть посредство это тоже потребность государства. Потом оно усложняется, появляются стражи, потому что есть потребность в страже и так далее. Да, и, видимо, есть потребность в философах, скорее всего. Но, естественно, что государство более такого естественного образца, природного, такого спокойного, здорового образца, который сначала его описывает, оно не обнаруживает этих потребностей. Но, видимо, они там уже в зачатке существуют. А также есть люди, которые рождаются со способностями. Он говорит вообще про что? Нам потребуется, у нас есть потребности, сапоги, строительство дома и прочее. Потом, когда государство, которое лихорадит, которое уже не необходимое, а вот это излишнее, там уже еда не просто оливки, а уже и мясо, и вино подавая и прочее, и тогда возникают и больницы, ну, в смысле, врачи и прочее, что вот эти потребности, они, получается, вот из этого желания большего, что ли, возникают. Из лихорадки. Из лихорадки. Или, я бы сказал, посредством лихорадки они проявляются. Да, в этом смысле, блин, все-таки я сейчас это скажу в таком плане. В этом смысле. Как насчет художников? Он же сам говорит, государство, которое лихорадит, там появляются подражатели. Ну, он типа не любит подражателей, но он же нас ведет к тому, что через лихорадение государства человек становится человеком, да, фактически. И государство становится тем, каким должно быть. Получается, нужны подражатели. Так же? Или как? Сначала Никита, потом Наташа. Он же сам подражатель. Здесь ты должен уже не продолжать. Это хорошо. Да, я так тоже думаю. Но это как будто не от следствия запроса, а от следствия лихорадки. То есть они, в общем-то, не нужны, но они есть. То есть они, да, они появляются в следствиях, да. Причина – это почва, на которой они появляются, да. Вот мы называем это сейчас лихорадкой. Но внутренний запрос, ну, это, получается, и запрос есть, но он неявный. Он не конкретный, когда надо пасти, там, овец, нужен поступ, надо там. Это функциональный, практически, запрос. А здесь получается, это как следствие, ну, это уже, ну, следствие явления. Это явление. Может, где-то лихорадка и порождает культуру, искусство, и эстетику, и прочее. Ну, то есть стремление к красивому. Да, да ведь всех там погиб, завоевал, начался Соломон. Сперва, ну, как бы, ну, и даже если мы первоначально путь посмотрим, там, да, не было же всего этого. Потом и начинает себя украшать, там, не знаю, красивая какая-нибудь шкура, там, или что-то. И начинает делать, рисовать, это уже искусство, то есть это заложено. Да, миф начинает служить не только моральным, да, сдерживающим каким-то фактором, там, не знаю, законодательным, а еще и по-другому начинает рассматриваться. Знаете, у меня такая мысль пришла, мне кажется, она интересная, что как будто бы рассматривается справедливый вопрос справедливости. Не справедливость просто, а именно справедливые вопросы справедливости. Я вот сейчас просто вас слушал, и такая вот мысль пришла на ваши рассуждения. А можешь развернуть, что это значит? Ну, я попробую. Афины дошли до такого лихорадочного момента собственного развития, что, Сократ, как бы пора поднять вопрос справедливости. Сам вопрос о справедливости, он как бы справедлив. Вот такая мысль. И как будто бы обсуждение, вот оно идет именно вот так, что там в запросе стоит дважды справедливость. Справедливый вопрос справедливости. Ну, то есть это естественный процесс? Справедливость справедливости. Он вот именно, что он не естественный, а именно справедливый вопрос справедливости. Чтобы справедливость возникла, нужно задать вопрос о справедливости для начала. Пока мы не задали этот вопрос, и справедливости не будет единой. Ну, что-то типа того, да. То, что не будет, оно как само собой, то, что не тематизируется. Оно всегда присутствует, но вопрос о нем не стоит. Да, на самом деле. Тут еще можно, как бы, да, задавая вопрос справедливости, нужно это делать справедливо. Ну, как бы еще вот так можно развернуть. Как понять? Какие критерии? Мы же не все... Мне просто пришло это в голову, вот пока я вас слушал. Как будто бы вот это вот про множество, да, каталог каталогов, вот эта вот вся история, как будто бы вот оно вот так вот строится, вот это все. Я думаю, что критерии есть, потому что, по большому счету, вопрос справедливости порождается уже имеющейся несправедливостью. Да. Я хотела сказать про то, что, чтобы, ну, получается, справедливость, она всегда как будто неисплан по умолчанию, но когда справедливо задать вопрос о справедливости, поднять его, тогда должно что-то произойти с правдой. И если софисты будут исследовать справедливость, вопросы справедливости, они придут к чему-то другому. Софисты, между прочим, я сейчас вам в топ скажу, они тоже необходимы. Это от лихорадки они рождаются, но они необходимы, потому что порождаются краховы. По предназначению. Поэтому весь ютубчик был для того, чтобы появилась история философии с криптом. Все это бальда что-либо. И останется и после нас, да? Софисты до сих пор после с криптом. И после школы с криптом. Так, еще раз. Теперь, значит, по поводу вопроса справедливости. Я почему задал вопрос про потребности и способности, как они друг к дружке относятся. То есть получается, что это как будто бы, ну как сказать. Ну так получается, картина, что люди рождаются разными. И там определенный человек в определенном месте родился. Кому-то повезло, и это место расположено. И время расположено для того, чтобы он применил свои способности. А кому-то не повезло. И все, ты кузнец, и будешь кузнецом. Ну вот нельзя же в домохозяйки идти, если у тебя, так сказать, архетип, там, как это, генерализм. Можно же как-то себя применить? Не обязательно. Ну вот она вместо этого пошла подлечиться, видишь? Время и место ей повезло, что есть такой человек, который подлечит. Можно же и в доме себя проявить генералиссимусом в качестве домохозяйки. Вот так вот будет строить, как будто это генералиссимус. Вот и беда, вот там все жалуются, все страдают, в том числе она. То есть вот я как-то хотел предположить, что, возможно, эти способности как-то, не то, что у человека есть способность быть генералиссимусом, а просто у него есть набор каких-то способностей, которые хорошо подходят генералиссимусу, более атомарных, например. Например, способность вести за собой людей, к примеру. Окей, ты не можешь в этом обществе стать генералиссимусом по тем или иным причинам, но ты можешь занимать какую-то другую должность, которая сопоставима. Старостой деревни хотя бы. Окей, вот ты станешь старостой деревни, да, и тебе все время будет мало, ты заставишь жителей деревни напасть на другую деревню. Они говорят, блин, елки-палки, нам бы тут это, у нас тут урожай. А ты говоришь, вы сволочи, вы что, боитесь умереть? Это, там яблоки гниют, там собрать бы надо. Ты говоришь, почему мне достались такие трусы? То есть, а общество просто не готово, вот и все. Но, это я к чему не говорю, да? Но получается, что общество постепенно с помощью лихорадки развивается, и в нем появляются места для этих... Так движется история. За счет таких вспышек, таких людей. Так я задавал вопрос про связь. Какая связь в том плане... Ну, что у этого... От этого всего пахнет сильно телеологией, короче. Что у этого есть цель изначально. Вот и к чему это все. Ну, если говорить про формулу перекрута, цель уже там есть. Что за формулу? Левистросовская. Да я много о ней говорю в разных книгах. Ну, с Йогановым снимали, я там рассказывал. Философию и психоанализ. Ну, может быть, цель в том, чтобы тарить путь. Не обязательно под тебя... Ну, не обязательно быть там, где уже этот путь есть. Рождаются стражи, потому что нужны. А появился страж, чтобы протарить этот первый путь. Чтобы создать стражи. То есть он рождается уже и говорит, да? Кто бы сделал распаковку моей личности, да? А что-то маюсь, да? Ему говорят... Готовьтесь, готовьтесь. У нас скоро будет много. То есть революционер предвещает революцию? Ну да. Ну да. Вот так. Получается, что вот так. Он рождается для революции. Для революции. Рожден для нее. У нас здесь складывается... Ее можно опровергнуть, но пока что складывается телеологическая картинка. То есть я бы сказал еще хуже. То есть получается, что где-то там на небесах, в этих, да, в убер-небесах, уже есть революция, которая порождает революционера. Но повторюсь, это картина, с которой можно спорить. А как с ней спорить? Ну так спорить с ней, что просто рождаются разные чуваки. Все, конец. Но все-таки это что-то про то, что когда абсолютная целостность, вот это все хорошо в государстве, якобы никто никому не нужен, что-то такое происходит, что заставляет, ну, как бы, вот это создать зияние, какой-то еще путь, какое-то еще место. Не достаточно вот такая, да, вот не хватает мне, вот я смотрю, да, и не то, не то. Это непонятно. То ли как раз целостность провоцирует, что должно быть, должна быть нехватка, то ли да, то ли изначально там все равно какое-то нехватка. А, о, получается, да. Получается, да, что целостность сама и провоцирует нехватку. Сама целостность уже задает нехватку. Ну, и Платон же описывает вот этот миф, когда в гиперуране мы были, и мы это видели, и служили разными, ну, шли за разными богами. Кто-то за Зевсом, кто-то какой-то, ну, и у каждого свой дух. И когда мы сюда опускаемся, мы об этом помним, вот это мы ощущаем, как нехватку. Ну, вот это о вас помимо, да. Ну, это как раз может вот прожертвовать, если вернуться, что я, может быть, хочу эту нехватку ощутить, ну, вот эту жертву принести как раз, чтобы выживать. А так мне ничего не надо. Я же никуда не шевелюсь. То есть как будто мне уже ничего не надо, а я еще не в гипермании. Ого. В гипердепрессии. Это когда приходят и говорят, я хочу что-нибудь хотеть. Вот это невыносимо, что все есть. Видимо, на уровне государства тоже так. Тоже так. Угу. Ну, хорошо. Ну да, и здесь получается, что благо, вот тут-то и получается вот эта вот болезнь общества, болезнь государства, да, когда все благополучно, и благополучие является благом, и она уже, ее уже эксплуатирует, и раскачивает уже до пределов, когда пока она не становится болезнью, и причиной, ну, и причиной болезни. Вот об этом четвертая книга Дюден. Ну, она прям про это. Угу. Так, хорошо. Следующий вопрос. Про замалчивание мифа. У нас же было некоторые мифы, надо замалчивать. Как с этим быть? Что это такое? Ну, во-первых, как мы будем замалчивать, если, блин, они в народе рассказываются? Народу запретить на кухнях подслушивать всем остановить жучки? Там же про детей говорилось. Что? Что детям нельзя. Детям нельзя эти мифы читать. И вообще нельзя. Нет, да, что мы должны договориться со всеми воспитателями, учителями, чтобы говорили с детям только мифы, там, условно, добрые и е. А если вообще кто хочет узнать, как на самом деле дела обстоят, то должны принести жертву не просто там поросенка, а что-то крупное, чтобы не все могли узнать, как дела обстоят. Ну, такая сакральность знания. А, то есть, так, кто первый был? Я подумал, что это очень похоже на то, как в нашем обществе скрывают от детей информацию сексуальности. Ну, в современном обществе, прям в современном это сам сложно, но там лет 20 назад даже в обществе 30 назад. То есть, попытка, чтобы ребенок как можно позже об этом узнал. В идеале, там, лет 18 только. Запрет поддерживать желания. Ну, при том, что читаешь, например, эти сказки Афанасьева, которые нецензурированы, а там куча еще народных анекдотов. деревенская культура, и дети вполне при этом присутствовали, все это видели, обсуждают с мамой и папой, и все над этим смеются. Там просто... Девочка говорит, а давай папе то самое, вилкой проколем, оттуда выльется та самая сладость, и так далее. Ну, то есть, они вот такие вот. Ну, в деревне просто это сложно скрыть, в городском обществе уже, тем более, в обеспеченном, в буржуазном, таком обществе. Это вот скорее про буржуазность какую-то, да. Вот тут, мне кажется, больше речь идет о пересмотре некой программы, а не совсем сокрыть, куда-то спрятать и не дать доступ никогда и ни за что. То есть, ну, просто в программе этого, скорее всего, быть не должно. Типа в школьной программе услуги. Да, а потом уже, пожертвуя временем, пятью годами жизни, можно поступить и уже понять, как это все происходит на самом деле. Если я не ошибаюсь, там ведь еще про поэтов говорится. Платон говорит о том, что мы договоримся не только с учителями, но еще и с поэтами. Вот с поэтами здесь самый большой вопрос. Как с этим? Насколько это реально? Насколько это поэт тогда? То есть, такое некое противоречие. Он остается после этого поэтом или нет? Вот как мне кажется, я вот на прошлой встрече говорил о том, что как будто бы Платон говорит о неком формировании. То есть, да, мы можем сформировать наше государство таким образом, что поэты будут говорить, ну, грубо говоря, то, что нужно, и они останутся при этом поэтами. Но мы не будем им говорить, что они должны писать. Нет, они как бы сами будут этот момент описывать. Но самое интересное, что упомянутый Никитой Вергилий, который написал Инаиду, там же очень тонкий момент был. Октавиан Август был весьма тонким правителем, может быть, одним из лучших. И что он сделал с Вергилием? Он подарил ему виллу. Никаких просьб. Никаких вообще там ты должен написать. Ничего этого. Ноль. И тот пишет великую поэму Инаида. Это великая поэма. Действительно, это хорошая, на мой взгляд, это хорошая вещь. Которая идеально пропитана вот этим римским духом. То есть, она написана для римского Патриция. Распевание, да? Вот. И это, то есть, этого не делает не поэтом. Но опять же, как это делает Октавиан Август? То есть, идеально тонко. Вдохновил. Ну, вот. Да, ну да. Я подумал, советское, как вообще в Советском Союзе обстоят дела с культурой. То есть, по сути, вся культура это такой госзаказ получается. Ты можешь заниматься искусством, только, ну, в принципе, иметь какие-то площадки для искусства, только вот, если ты в системе, если ты вот там соблюдаешь там социореалистический метод, если ты делаешь по линии партии, и плюс еще там ты должен образование иметь. специальное. Вот. Если нету, писателю тебя не будут сдавать, в принципе, могут вообще репрессировать там в сталинские времена, там музыкант тоже там тебя никакая филармония не допустит, и так далее. И можно ли вот сказать, и вот, например, там были всяческие вот эти союзы писателей, союзы художников, союзы всех остальных. Можно ли сказать, что вот люди, которые были включены в эти институции, становились там не художниками настоящими, а тогда настоящие, там, не знаю, Булгаков, Солженицын, а не настоящие, а вот остальные... Не, Булгаков-то его же печатали. Ну, опять же, печатали то, что можно было. Да, да, не безответственно. А самое великое, как бы то, что мы считаем самой великой его книгой, она была стол написана и издавалась там столько скупированных. Ну, и тем не менее, была порождена серьезная очень плеяда и кинематографистов. Я считаю, наша мультипликация советская это, наверное, самая мощная мультипликация вообще всех времен и народов. А там уже там мультипликация. Ну, давай, уже говори. Ну, это как, понимаете, веселые картинки мы можем оформлять, а рисовать мы не можем. И так же в мультиках мы можем это говорить, а в серьезных произведениях не можем. Это выход просто. Цензура создает канал. Да. Это просто не кому-то, разумеется. Я хочу про искусство и про власть еще поговорить, потому что, начиная с эпохи Возрождения, все искусство, оно является созданным под закат, да, но при этом остается ли художник художником, да, то есть личность творца, личность художника, да, назовем здесь искусство, всех художникам, одним словом, она все равно не дает врать. И если так говорить, то и да Винчи, и Микеланджело, они все были при семье, да, определенных, при своих спонсорах, но это не делает их не художниками, но формируют определенное направление, в котором они работают, но все равно даже в этом направлении они не могут врать. Ну, то есть вот такая... И тут такая штука, понимаешь, во-первых, им там многое разрешали, например, ну хорошо, Возрождение, Возрождение, но вот уже Барокко, там, Бернини, да, ему просто позволяли. Он такие языческие мотивы для Ватикана делал, обалдеть просто, да, но вспоминаю Шолохова. Я считаю, что Тихий Дон великий роман. На моменты, где ангажирование большевизмом, их просто приходится пролистывать, невыносимый просто. Вот он там, ну, настолько специально, прям как будто написал, вот максимально противный. Ну, то есть все равно, да, вот есть там... Так, тогда... Ага, сейчас я увидел руку Никиты, я буду вторым. Никита? Я сейчас что-то подумал, то, что ты его сказал, оно как-то в отношении кино, в отношении визуального искусства, вроде как верно. В отношении литературы, как будто бы вот пережило Советский Союз, действительно, как будто только то, что было в стол написано, ну, там, из после Старинских времен хоть какие-то писатели, которые еще сейчас могут читать, они как будто вот все какие-то такие полурегальные... это надо проверять еще, насколько у тебя было очень абсолютизирование такое. Ну, ладно, хорошо, ну, окей, ну, тем не менее, там, ага. о том, что, а если этих поэтов обеспечивать госзаказами, это вот в том примере возрождения, да, что остается он поэтом или не остается. Обеспечение госзаказами. Можно, я знаю, великолепный пример поэта обеспеченного госзаказами, это бездомный Маски Маргарите, который потом говорит, после сумасшествия, да, вот этой принесенной жертвой, он больше не будет этой, становится доктором-философиком или историей. И он какой-то плохой, да, очень галимый такой философ. Не знаю, какой он философ, но поэтом он перестал быть на заказе. Ну перестал, но ему в Маске сказал, не пиши. Ну как-то сосредоточились на том, что для вот этого ложного мифа, ну для мифа, нужно как будто бы только врать, но он же делит мусическое воспитание на истинное и на ложное. Он просто говорит, что ложное предшествует истинному, но истинное-то он не отвергает. Поэтому, может быть, вот что имеется в виду? Что да, сначала ты врешь, потом рассказываешь, то есть художник может быть собой, и может поэт быть собой, или нет. То, что он не может не быть собой. Ну и здесь мне хочется вспомнить такое понятие как гениальность. Мы можем кому-то применить, а кому-то не можем. И насколько влияет время на гения, оно на кого не влияет. Ну тут столько вопросов, и сколько такая тема для обсуждения на самом деле. Да, блин, мы только путаемся, конечно. Хотелось бы... Наверное, всегда нужно как-то философски все-таки подходить, без эмпирических этих опытов. Потому что все-таки я понимаю, что есть цель замалчивания мифов. Есть эта цель. Но как здесь быть? Действительно, пусть человек... А я сейчас подумал, пусть человек серьезную жертву принесет, дорвется до истинного мифа, и страшно разочаруется им. И ради этого... Ё-моё! Ради этого я дерьма сюда шел. Так обычно про секс, да, говорят. Чем люди занимаются... Жалкое подобие левой руки. Да. То есть как раз чем завуалирование, тем вот... Чем больше тайны создается, это нельзя ни в коем случае, никогда. Тем больше туда тянутся с одной стороны. То есть цель замалчивания мифа, по большому счету, это... Поддержать желание его найти эту истину. И разочароваться, безусловно. Не обязательно. Бывает. Ну, я не знаю. Вот тут, например, куча той же литературы, когда, ой, вот это ни в коем случае нельзя читать, там такая провокация, там все, ну, читай же, господи, что из-за этого такой скандал? Да, да. Здесь вот я, допустим, думаю о чем. Как соблюсти то, что прописано? Ну, вот, допустим, у нас есть учителя, у нас есть эти дети, когда есть ложные мифы, но у нас же есть еще некая старшая группа, она же в какой-то момент получает эту истину, и есть ложные, да, дети с ложным, вот этим ложным мифом, они знают, что есть старшие. и как сделать так, чтобы у них не было соприкосновений, или это соприкосновение, наоборот, должно быть? Но если старшие получили какую-то правду, истину путем каких-то жертв, они, наверное, сами будут поддерживать эту систему, ну, типа, мы это знаем, а ты еще дорастил. Тогда, значит, они должны ее заслужить. Да, да, да. Да, да, да. То есть истина должна быть очень ценной, получается. Словно, старшие классы надо еще попасть, сдать ОГЭ. Ну, и все-таки у третьеклассника, да, и у десятиклассника разный язык, и вообще, чем ему друг к другу делать. Не-не-не-не, а я тут не про это. Первоклассник и десятиклассник, естественно, но у нас же есть вот эта граница. Допустим, шестиклассник еще не знает истины, а семиклассник знает, но они очень близки. И я вот как раз про эту границу говорю, где шестиклассник и семиклассник еще могут договориться. Десятый, первый, естественно, там вопросов нет. А вот именно вот эту границу, ее же нужно установить тоже. Когда мы говорим про образование, если налоги проводить, то там, в общем-то, это же процесс, и там мало таких уж открытий. Ну, то есть, если это в рамках познавательного процесса, то получается, что, ну, да, восьмиклассник узнал, что происходит, есть пестики и тычинки, но он же не стремится рассказать об этом. Это, естественно, это и есть пропедактический период, когда там в шестом классе он подготавливается, в седьмом классе он это понимает, и это уже, в общем-то, не так уж и шокирует. То есть, и он не стремится донести это, либо скрыть от шестиклассника. То есть, как будто тут нет такого разрыва. Но у него нет желания делиться с шестиклассниками. Ну, в общем, это какое-то естественное... Он это бережет как тайну, в которой он уже посвящен. Ну, да, ну, вот не такая уж тайна, которая... Она для него была тайна в шестом классе, она для него была тайной. А в седьмом классе он уже обладает. Такая настолько запретная тайна. То есть, они должны дозированно получать истину, но не должны понимать, что это истина. И только в конце обучения они понимают, что это истина. Она их не разрушила, да. Я думаю, кстати, что она их не разрушит, если они действительно принесут ради нее жертву. А насколько осознаваема эта жертва? Сейчас, Никит, я быстро... Ну, это может быть жертва, которую они как бы по умолчанию несут, поступив в этот процесс. Ну, условно. Хочешь ты перейти в два последних класса или пойдешь учиться на техническую какую-нибудь там... А, вот такая. Да, там вот хочешь сильно постараться, чтобы пройти дальше или ты уже хочешь быть свободен. Большинство скажет, ура, свобода, конечно, да. И окей, хорошо, хорошо, что говорят. То есть подготовка к следующему занятию это не жертва в этом смысле. То есть это такая непонятная... Нет выбора. Нет, не жертва. Да, нет выбора здесь. Да, во-во-во, выбор. Выбор вне свободы. Да, вот пойду я в этом. Никита, я сейчас подумал о Прометее, который как раз-таки понес жертву за то, чтобы другие ее не несли, получается, чтобы сделать вот это вот сакральное знание доступным. И он, получается, ради этого даже чудовищную прям жертву принес. Это про твоё утверждение, что вот ребенок, если он там через жертву, может как раз-таки сам начать это знание хранить. А может, наоборот, он скажет, типа, вот я вот за это страдаю, но хочу, чтобы другие тогда получали это знание. А так, Прометее принес жертву, ребенок теперь пользуется айфоном, да, и бесится, чтобы притормаживать. Потому что не он сам. Но изобретатель айфона это очень старался, я думаю, чтобы его изобрести, но он не думал, что он хотел, чтобы все остальные также старались. Вообще прогресс, как будто на этом... На этом продаже и строится. Вообще прогресс, как будто бы на этом строится, что одни приносят жертву, чтобы другие пользовались их плодами. И становилось доступным то, чем он... Да, но если мы говорим все-таки про знание, тут немножко другая история, да. Знание студентам, ну вот учащимся, вообще-то, по большому счету, он должен вырабатывать. Не получать, вот, да, а теперь учитель приходит, говорит, вот, вы поступили в старший класс, теперь я вам расскажу, как на самом деле. Да, это не так должно работать. Но оно же еще работает, как такая пирамида. То есть он же не вырабатывает каждый раз заново это знание. Одни люди выработали, потом они это знание передают следующим поколениям. А следующее поколение уже на основе этого выработанного или уже какое-то свое могут вырабатывать. Или просто им пользоваться. Там уже кто как. Не, я думаю, в хорошей школе, по крайней мере, в гуманитарных предметах они должны вырабатывать. Аристически. Ну, оно, пределы какие-то должны быть, потому что, если оно вырабатывалось тысячу лет, не может, даже философски... Речь не об этом. Я понял, о чем ты говоришь. Не, речь не об этом. Ну, то есть, читаем мы художественную литературу классическую, старших классов, да? Либо нам скажут, вот имейте в виду, вот так-то, так-то, Андрей плохой, потому что он предал, там, вот это, да? Это, вообще, не про вырабатывание знания, да? А когда человек сам вчитывается и сам вдруг какую-то правду, какую-то истину, короче, находит, он обретает ее, и он говорит, подождите, секундочку, а я вот тут смотрю, в этих строках вот такое написано, не могло ли это вот иметь там на него воздействие? И вот, как бы, чтобы он это вырабатывал, он еще очень много, видимо, должен потребить. То есть, он должен много еще книг других прочитать. Это правда? Да, он должен наесться. Я еще подумала, что, может быть, вот в рамках вот такой программы, о которой говорит, например, Платон, могут найтись некоторые учащиеся, воспитанники, которые могут и в тех мифах, которые утверждены, видеть, более сложные, чем представляется учителем, да? То есть, такое же тоже часто бывает. Ну, то есть, спросите, подождите-ка, а почему? Ну, или про себя, либо интуитивно, там, понимая, и в старших классах это раскрыть, там, ну, по-разному. Ну, то есть, спросите, а почему сфинкс кидается в пропасть? Да. Ну, потому что, потому что он правильно ответил на загадку, я же тебе сказал, да, предучителю? и мы часто сами, зачастую, да, ты сам говоришь, когда читал «Государство» в первый раз, да, ты достаточно директор, да, сейчас по-другому, поэтому тут, в общем-то, это же работает. Ну, это опять же, про некоторую чувствительность к себе, что у меня что-то возникает, отлично от того, что я вижу, где мне говорят, я как-то это размещаю. В таком случае, что мы имеем в сухом остатке? Получается, что нам необходимо, нам, как устроителям государства, создавать идеологию, то есть, что такое идеология? Это некий миф, данный свыше, да, миф для всех. Создавать идеологию, кто хочет прорваться сквозь эту идеологию, пожалуйста, если он всерьез прорывается, всерьез приносит жертву, может он начинает понимать прорыв с первого класса, с второго класса, ощущать, да, задает неудобные вопросы, бесит учителя и так далее, хорошо, пусть бесит учителя, задает неудобные вопросы. Если он прорывается туда, то он годится в правителе, если он не прорывается, то есть, опять же, еще раз, то же самое, он годится в страже, если он приносит жертву. Ну, либо нет, ему тоже есть место. Если нет, очень хорошо, у нас уже есть, у тебя, вот, по распределению пойдешь, поедешь с их текаром. С ума жаном человеком. То есть, вот она, необходимость идеологии. Это был мой следующий вопрос, просто вот он, прямо сейчас, сам собой. А давайте проголосуем, кто за такой системой? Кому кажется, что Миша надо вот так вот что будет, если этого не делать? Цензурировать. Давай вот так вот, что будет, если не цензурировать? Чего ты знаешь? Ну, по крайней мере, обоснованно, что если нет запрета на какую-то информацию, то нет необходимости возникать нехватки вообще. Окей, у меня все есть, мне ничего не интересно тогда. Это про вот это постоянное затыкание. Я вообще-то сейчас подумал, что были вот там на протяжении исторического развития общества, где-то цензуры было больше, были общества, где цензура была меньше. И вот там, где было ее больше, как будто, не знаю, лично, ну, например, какая-нибудь бактерианская Англия, СССР, поздний тот же самый, у меня все время такое чувство, духота какая-то там страшная. То есть там, например, или, скажем, США, там, где-то после кодекса, американской культуры, например, после кодекса, когда вот эта цензура исчезла, думал, сколько всего крутого сделано, сейчас опять цензура наступает, и опять думал, что вообще происходит. И как бы можно говорить, что да, там может что-то пробиваться, но оно как будто бы, как правда никакое-то звучит. А еще я помню 90-е годы очень хорошо, когда цензура отменили. Я помню, какой трэш там повалился просто. А, вот, кстати говоря, что будет, если мифы не ограничивать? Да, 90-е годы. Криминальная Россия. Была такая передача. Ты смотришь, и просто и по телевизору у тебя создается впечатление, что все русские друг друга все время убивают. Каждый день. И они только этим занимаются. Газета была с этим. Да, только громче. Да, я не знаю, да, только громче. Пожалуйста. Газета для первертов от первертов. И это лежало у меня в туалете. Слушай, я внимательно читала. Я придумал газеты «Юный перверт». Ужас. Выпуск первый. Да, просто еще добавить до 90-е годы. Ну, какой-то такой пример немножко несостоятельный, потому что тут люди до свободы дорвались. И это не то, что была там отсутствие цензуры в какой-то период, это просто пик. И это тоже нормально, что произошел такой бум, он был неизбежен. Трэш такой, да, он невозможно без него быть. Если там дамба держит воду и вдруг дамба прорвалась, то понятно, что она польется и будет наводнение и все пострадают. Но я думаю, это вот как раз сюда пример, а не про то, что цензура рождает 90-е. Ничего она не рождает. Я хотел сказать еще здесь вот что, что так как будто бы рухнули все мифы в 90-е, то на самом деле миф создался сразу же здесь, вот спонтанно. Просто сразу другой миф создается здесь же. Да, все тексты. Ну это про отношения с законом. Все-таки без него совсем плохо и когда он чрезмерен тоже плохо. Это точно, да. Когда он что? Вообще вот духота, как Никита сказал. Не вздохнуть, не путь. Представьте, что мы сейчас начнем, например, все одновременно говорить, да, какой пауз начинается. А здесь мы все равно устанавливаем некий порядок. Цензура есть. Да. Ты меня толкала на гуль, когда плохой это было. Цензура такая. У нас же нет цензуры, мы же можем говорить все, что угодно. внутрь. Но у нас есть порядок, да? Есть порядок, да. То есть право нет цензуры, то есть можно правом и законами и наказаниями за неисполнение этих законов наказывать убийство и бороство, например, но цензура это какое-то другое. То есть ограничивать может право, не обязательно. Хотя, ну, можно сказать, что цензура это, например, убивать, но это тоже цензура в каком-то смысле. Но мы же цензуру все-таки понимаем иначе. Ну и понятие называют другой процесс немножко. Когда эта цензура тотальна, как будто брок-н-ролл невозможен получается. В Советском Союзе не было. Ну, дионисийское невозможно. Да, да, да. Оно невозможно, а если невозможно дионисийское? Оно возможно в подполье. Ну, оно подполье, даже вот опять же берем в Советском Союзе, как оно было. Но оно все равно как, там взять, например, тоже самый советский рок-музык, оно все равно как и сомнить западной. Она какая-то все равно в ней больше вымученности. Там не рок-н-ролл идет, там что-то другое. Там идет, как... Если нет цензуры, то и нет рок-н-ролла тоже. Рок-н-ролл Против чего протестуешь, если нет цензуры? Рок-н-ролл после цензуры, наверное, появляется. Вот так вот. Хотя... во время цензуры. Прикол в том, что рок-н-ролл появился в той самой Англии, в которой там, да, вот вообще там... Ну, как протест. После того, как оно стало, оно вот начало ослабевать, вот тогда начало рок-н-ролл возникать. Получается вот такое вот. Ну, то есть, когда протест есть, а цензуры не очень много, да? То есть, например, мы протестуем против войны во Вьетнаме и устраиваем футсток, у нас получается рок-н-ролл. И нам вроде как можно это делать, вот. А тут, например, у нас тоже есть протест, но нам еще и нельзя. Поэтому у нас не рок-н-ролл, а тоска по рок-н-роллу получается. Так, хорошо. Я тогда не совсем пойму про насчет необходимости идеологии все-таки. Что с ней... Не, Никита Никита сказал, что необходимо как баланс, да? Да, не я сказал, это как коллективно вышло, но... Ну, мне казалось, что это от тебя идет. Как будто этот баланс, он тоже, если он сверху устанавливает этот баланс, то, ну, это не то, он какой-то должен быть вот устоявшийся вот именно через какое-то... Может быть, тут поможет ответ на вопрос, что лучше, когда от тебя что-то ждут или от тебя вообще ничего не ждут? Ты родился и делать что-тоишь вообще? Или все-таки когда тебя что-то ждут и требуют? Города всегда есть в разных проходах. Система школ, например, общеобразовательная система, это же точно про то, что от тебя что-то ждут, да? Тут уже 100%. От тебя есть требования. К тебе, к тебе есть требования. Поощряется ли Сократам преодоление этих метров? Вот мы говорим, что как будто бы хорошо, что если они преодолеваются. Но хорошо ли это на самом деле? Ну, то есть я не вижу у нас в нашей какой-то условной стране клуб людей, которые преодолели цензуру и такие молодцы, они их ставят руководить государством. Те, кто руководят, они вполне себе тоже живут в этой же мифологии. А с другой стороны, Евгений, согласитесь, что если они есть, то мы их и не увидим. Это уже база под конспирологию такая хорошая. Но тем не менее, если вот такого государства, что хочешь преодолеть, преодолевай, и ты идешь в высшие эшелоны. Но в таком случае мы и не увидим, что это ты. Среди народа, среди публики ты ведешь себя так, как положено. А среди своих ты уже ведешь себя как положено среди своих, совершенно иначе. Но это может быть тогда и есть те же самые стражи. Да. То есть те, кто плетут мифы, они как раз есть философы, которые создают новые мифы. И они должны уйти из этой цензуры, должны выйти за пределы. А те, кто живут в мифологии, они стражи. Им нельзя выходить. У меня конспирология сейчас быстро прогрессировать начала. Поэтому вы имеете в виду, я сейчас начну есть философ. Давайте предположим, что те, кто действительно преодолели эту цензуру, они начинают мифотворчеством заниматься и его создавать. Соответственно, им для отвода глаз нужен какой-то псевдофилософ, который будет заниматься государственным мифотворчеством. Все поняли, о ком я сказал. Ха-ха. Вот и я про это говорю. А ты все твой любимый. Ты про себя? Нет. Нет, такой человек с бородой, но не Дмитрий. А, вот ты. Я подумал про Платонов. Нет, нет, я говорю про сегодняшний день. Я все время, у меня крутится еще один пример. Я тут как-то сказал, что я сейчас от примеров избавлюсь. Нифига не получается. Еще крутится один пример. Нам всем в школе преподавали Тараса Бульбу. Вот мы читаем душное произведение совершенно. А потом мы читаем его во взрослом возрасте и оказывается, что книга не вызывается в детской литературу, а совершенно другая, потому что из нее для школы кучу всего повыкидывали. И она становится ужасной и ужасно сочной. Это просто вот Гомер Ильяда. И она, ну это крутая книга, она заставляет себя влюбиться, при том, что он ужасает. При этом в школе она подается как нравоучительная. Вот как раз таки, вот это вырезанное сокращенное издание, это вот как говорит Платон, Сократ. Типа, ну давайте все вырежем, вот Тарас Бульбу, но он за родину что сражается. Вот он за родину. А читаешь реально, Тарас Бульбу, это вообще не про это. Не про, ну как сказать, или не так, как бы это хотелось, по крайней мере, показывать нам, детям. И это работает прямо на эту литературу, то есть в конце, когда ты в итоге читаешь его, если ты дорвался до него, решился его прочитать, потому что вообще вот школьная литература, ну я, ну по большому счету, ну блин, не хочется ее читать. Ее навязывают, там классическое, это сложное произведение, читаешь, а видишь в этом только нравоучение, только дидактику. Вот Наташа Ростова, в нее положено влюбиться. Я не хочу, я хочу там, а, ну ты нет. Все равно поэзия язык. Да, да, да. Ты его очаровываешься, либо нет. Я к этому и веду. То есть она тебе делает прививку некую, а если ты пошел за эту прививку дальше, ты открываешь для себя это богатство. Если не пошел, если ты говоришь фу-фу-фу, я ненавижу русскую литературу, она такая мерзкая, печальная, она вообще ни о чем, ну хорошо, это очень хорошо, что ты такой. Да, вот ты уже сам себе обозначил место. Хотя Никита вот против, да? Никита считает, что школьная литература должна быть другой. Мы говорили об этом неделю назад, на кухне уже. Что другое надо детям делать читать. Здесь иногда это зависит от таланта преподавателя. И бывают разные преподаватели. Мне это повезло. Да, и мне так же повезло, кстати, да. Спасибо. Бывают преподаватели рок-н-ролльщики просто. Которые, да. Нет, нет, да и оригинальную книжку откроют. Здесь тогда получается в этом формате обрезанного Тарас Бульбы вот этим обрезанием занимается идеология. Идеология обрезает. Да, по факту. Вот что она делает. Граждану Богу делает. Не все, но избранные. Ну да. Так, хорошо. Ну плюс-минус мы об этом поговорили. Настя, у тебя было два вопроса после твоего доклада. Один вопрос про ложь мы вроде как уже разобрали. А второй какой был? Вернее, первый наоборот. Он был. А можно, пожалуйста, получается, человек, который создает эту идеологию, он существует за пределами этой идеологии. А если он находится за пределами этой идеологии, то он тогда не может увидеть, что происходит внутри этой идеологии. Почему не может? Может быть, как раз наоборот, вот он-то и может увидеть? А вот почему-то я с тобой, опять же, согласен, что действительно отстранившись, можно видеть. Но может быть, переживание не то, когда ты отстранен. Это факт. А если переживание не то, то ты как бы и видишь, опять же, не все. То есть, что-то, возможно, ты видишь, а вот если переживание не то, то, значит, чего-то ты и не видишь, чего-то ты и не понимаешь. Но есть такое, да. И получается, правитель, он как раз и тот, кто не живет жизнью общины, грубо говоря. Это правда. Он от нее отчужден. Это его жертва быть отчужденным. Это его жертва и при этом у него есть огромная вероятность маху дать. Я думаю, что он обязан маху дать. Если он хороший правитель, он обязан дать маху. Почему? Потому что у него нет общего переживания со всеми. Он отчужден. Он же козла отпущения. Ну, грубо говоря, да. У него переживания козла отпущения. Ну, типа того, да. Это переживания прям исключенной фигуры. И это, я думаю, что как раз в рамках генералиссимуса, когда мы сегодня разбирали, ну, вернее, ты вот приводил пример женщины-генералиссимус. То есть, да, мне кажется, здесь вот это переживание козла отпущения как будто бы больше подходит, нежели чем она дома всех строит. Ну, да. Она просто всех строит. Она просто невыносимая тетка, наверное, думаю, и все. Его исключили, даже когда он не был. Зато, получается, внутри своей семьи она создает крепкую общность, которая как бы против нее как будто бы дружит. Но она крепкая, но она при этом крепкая. То есть, получается, что правитель, он такой же, как и враг. Враг. Да, да, да. То есть, он выглядит врагом. Он как враг выглядит, да. Тогда, тогда, если это так, стражи, что будут делать с правителем, если он выглядит как враг? Они тоже как бы приобщены к нему, да, вот каким-то образом. Это же называется знать. Вот, знать. Они как бы... Значит, они тоже тогда враги? Враги, да, да. Ну, если взять опять же жизнь пчел, они же убивают на определенном этапе твою королеву, когда она перестает приносить пользу государству. Она жертвой становится. И они новые выбирают. Ну, как в мире животных. Да, да. И, наверное, можно и так сказать. Алина должна сделать знать. Так вот, если по человеческому обществу... Ну, что? Ну, вы тоже обсудили. Я говорила о противоречии, что он Сократ призывает стимитик новостей к нам дает готовые ответы к мифу. Это был... Да, это был мой вопрос. Да, что он как будто призывает к мышлению, но вот мифы должны быть однобокими. Ну, да. Вот здесь я тоже вот хочу сказать. Получается, это то, что он делает в прошлых диалогах у более даже молодого Платона. Он берет и сеет мифы. И мы удивляемся, да что ж ты делаешь? Ну, почему ты вот сейчас прекратил мышление, прекратил задавать вопросы и сеешь мифы? Да, и зато нас взбудораживает. Он, получается, взбудоражил, решил покоя, потом бросил миф и пошел. И мы озадачены. Да, что это значит эти реки, которые текут? И одни из нас... Сейчас, да. О, да-да-да. И одни из нас говорят, ну, все понятно. Сократ Душнила и так далее, да, и заканчивают здесь читать Платона и становятся Карлами-Опперами. Вторые из нас читают вот это про эти реки и про истину эту и становятся гностиками. А третьи, допустим, допустим, всех три, то говорят, а что ж, давайте копаться. Что там? У меня куча вопросов. На что он намекает? Да. А здесь, получается, Сократ мифами создает пространство как раз для мышления, где можно по-разному быть и обойтись с этим пространством по-разному, разместиться там по-разному и взять оттуда разное. И я подумала в этом смысле о поэтов, кого он называет поэтом, не софистов ли от поэзии или просто мы из тех поэтов, которых мы знаем, например, ну, многие, вот, например, я понимаю, что я люблю неких поэтов, которых можно назвать философами, на самом деле, писателей так же, художников так же, да, ну, можно в этом смысле про них сказать. Поэтому тут вот вопрос, насколько кого действительно поэт, поэтом называют Сократ в этом смысле. Вот. Но вот я про пространство, да, если неправильных мифов, да, каких-то ложных мифов, если там вот это пространство, либо там есть некий нарратив, пошел, пришел, победил, забоевал, предал, ну, героика такая, которая тоже, может быть, поучительная, либо неоднозначная, разная, интересная, но там нет этого пространства. А я еще так понимаю, что это же мы сейчас издалека смотрим, до нас дошел, тот дошел. Там наравне с Гомером, наверное, такая куча была всякого разного поэта. Сейчас сначала Никита, потом Дмитрий. Ну, он же все-таки говорит, он там прям называет Гомера и Гесиода. Он говорит же, что по-хорошему их оттуда изгнать, хоть и не хочется. Хорошо, ладно, это все, мы еще будем по этому. Дмитрий. Да, я хочу добавить, ты когда перечислял, появляется гностик, появляется третий, который постоянно задается вопросом, да, что же там и как на самом деле. А мне здесь подумал Селакан с его четырехкопытным животным, да, что у него четверка дискурсов, и вот тут четвертый, как, что же там на самом деле, ну, как бы имел в виду Платон, то есть, да, четвертый он еще есть туда. Как это было на самом деле, я бы это так сказал. Про на самом деле кто-то, да, еще Волях на самом деле? Ну, давай назовем это так, субъект бессознательного самого Платона. Читатель именно Платона, да, прочитыватель Платона. Ну, кстати, да, в этом смысле Лив, он не обращает наше внимание на то, как, ну, мы задумываемся, хорошо, это миф, мы осознаем, что мы читаем миф. Только громче. Мы осознаем, что мы читаем миф, но как будто паскорно мы понимаем, ну, а как было тогда на самом деле, ну, как будто есть с этим мифом стремление, воля к какой-то истине, которую, ну, нельзя, конечно, помыслить. На самом деле. Не, ну, миф нам же выдает огромное количество вариантов. Ну, да, вот он на то и миф. То есть мы здесь можем закрыть мифом вопрос, а можем только открыть. Например, читая Полтона, почему здесь... Базируясь на мифе, куда можно пойти, это же, ну, мышление, можно пойти в мышление и, в общем-то, ну, тут такая, и куда прийти. То есть это все равно либо в другой миф, либо в некое пространство для мыслей. Мы базироваться, мы же не можем полагаться на них. Не, ну, подожди, вот миф это некое сновидение. Да. Мы же можем базироваться на сновидении, ну, не то же базироваться, а отталкиваться от него, да, использовать это сновидение и рассуждать. И писать текст правителям. То есть это одновременно нечто большее, да, приходящее. Ну, если будет по сновидению. Ну, здесь вот в рамках сновидения можно сказать банально, что останется все равно то, что невозможно было, ну, как бы, что нельзя разгадать, вот, а можно добавить более такой физиологичный, историю о том, что искажение сна в рамках того, что ты спишь, ты мерзнешь, а тебе снится огонь, да, какое-то тепло. То есть, да, и вот, грубо говоря, нам Платон дает этот миф, а он, когда спит, он просто хочет в туалет. И есть вот это некое искажение, ну, да, 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 есть вот некое искажение, и которое мы не узнаем никогда, ну, грубо говоря. То есть это вот что-то платоновское, некий Икс. Но мы себя начинаем исследовать все-таки через них. Да, мы нам... Это понятно, да, да, да. Никто сказать, просто Платон обоссался во сне, и мы приснились эти, да, но это же как бы, да, но мы себя начинаем исследовать через это. Что-то меня прям цепляет. Что-то прям... Рэйд по остальным вращенцам. Да, он же абсолютно наркоман. Значит, мне очень нравится, как мы рассматриваем такие вещи. Мне это напоминает, как однажды я сделал германетическую группу по Вавилонской башне. Пришло всего два человека, и они изначально были очень ангажированы, что... Ну, миф Вавилонской башни. Помните, да, Бытие открываешь эту книгу, там, две-три строчки всего лишь там всего-то, да, мы занимались более двух часов, и они были ангажированы вот этим, ну, понятно, что Бог козел, да, ну, ревнивый козел, там, это понятно, да, он злодей, там, и они к своему удивлению, я прям помню, как они, и к моему, они прямо раскрывают себя для другого понимания. Раскрывают, 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 и удивляются, как это получается. Вот это было потрясающе. Мне кажется, что, ну, у нас что-то такое происходит, по крайней мере, сегодня, не знаю, может, только для меня, ну, например, вот это. Я очень удивилась, потому что я сначала тоже была не согласна с тем, что миф надо ограничивать, а потом я внутри себя поняла, что вообще-то надо, и это хорошо, да. Вот такое, когда происходит, это прям круто, ради этого. Артем, что ты не договорил просто фразу? Чего? Какую? Ну, последнюю. Ты говоришь, а это для тебя, по крайней мере, что ты сказал? А, на самом деле, я про идеологию, да, хотел сказать, ну, фактически, Валя это и сказала, да, да, да. Хорошо, в следующий раз мы, значит, возвращаемся к чтению, мы первую половину занятия поднимаем те вопросы, по крайней мере, которые у меня, они поднялись, может, у кого-то еще, по поводу прочитанного ранее, да, мы в следующий раз возвращаемся в позапрошлое занятие и читаем дальше, по чуть-чуть вот так. Мне, кстати, очень нравится, это прям кураж такого вызывает, насколько медленно мы читаем, и из-за этой медленности мы наконец-то вообще понимаем, что-то, потому что мы не проходим, мы не проходим Платон, а читаем Платон. Ты же вообще не хотел, чтобы мы читали государство. Вообще не хотел, да, я вот это сам каюсь и так далее. Ну, все, пока. У кого-то с курс по Платону. По-доброму.